Яхтенное приключение на Карибах начинается! Перед тем, как вы перенесетесь на Карибы и увидите, что мы делали с десятками предпринимателей на яхтах в открытом море. Хочу напомнить, что тема криптовалют как никогда актуальна. Но в день цена на биткоин может меняться на тысячи долларов. Кто-то постоянно теряет деньги, кто-то зарабатывает. Хочу, чтобы вы помнили про стабильные вечные темы, про товары для детей, товары для дома, одежду, которую мы продолжаем покупать, про гаджеты, про то, что мы каждый день с вами используем для себя. И те, кто делают на этом бизнес, продолжают регулярно зарабатывать деньги на фоне тех, кто теряет, неудачно вложив в ту или иную криптовалюту. Поэтому помните про стабильные бизнесы, помните про вечный бизнес с Китаем, про фабрики, которые находятся в Китае, готовы выполнить для вас любой заказ. А теперь смотрите, что мы делали с самыми успешными предпринимателями на Карибах. Так, но уже есть девчонки в купальниках. Почему бы кого-то не поснимать? Мы тоже будем такими красивыми и сгорелыми. Да, малыш, раздевайся. У нас огромное количество яхт. Это наша яхта, заходите, парни. Наша яхта, ха-ха. Еее. Так, почему наша яхта самая крутая, ты знаешь? Почему? Потому что у нас есть цыпочки. Вот, смотри, вторая цыпочка. Катюш, где мы находимся? На нашей яхте, на регате. Отселев. Ты советуешь людям сюда ехта? Надо сказать. Это новый опыт, новый мобсер. Поехали! Раскал! Алексей Воронин у руля. Слушай, как красиво, да? А вот это реально прикольно. Потому что там мы под углом реально идем, да? Да. Восемь! Стоит восемь! 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 Давай туда, смотри. Оооо! Невероятно красивые кадры. Здесь собралось массу предпринимателей, потому что только когда ты предприниматель, ты управляешь своим временем, можешь ждать. Тебе это время проводить. Так случилось, что в школе бизнеса Синергия очень много людей, которые не занимаются цифровым бизнесом, там работают в реальном чекке производства. Там заводы, тараходы, там щебень, песок, трубы. Вот такие у нас ребята. И они все задумываются об инструментах масштабирования. Масштабирование бизнеса – это очень важный элемент, потому что бизнес должен расти с темпами большими, там кратно 2, 3, 10. Эти ребята сейчас самые большие в области создания онлайн-бизнеса в нашей стране. Они живут в Элее, это район недалеко от Еревана. И оттуда они управляют своим бизнесом, который у них есть в Москве. И бизнес, в принципе, с таким крепким, средним оборотом. Итак, экскурсия по лодке. Вот такая у нас лодка. Вон наш якорь. Здесь в достатке яхт, которые можно снять. Огромное количество морей. Вам надо тоже раздеться. Ну что это такое? Так что, ребята, кто хочет попасть на следующую яхту с Димой, это через меня. Сейчас начнется гонка. Девчонки будут помогать. Алексей наш тулем. У него есть права. Стёж, как ты пришел к яхтиному спорту? Как это ты? Это с чего ощущается? Я думал, что это будет велоснежная яхта. Чудные негры. Прямо вкусные коктейли. Белый пах. Всё не так. Всё не так. Короче, мы матросы. Тянем на троса. Курим папиросы. И соревнуемся с вот этими вот... Катюш, что здесь делать женщинам на яхтинге? Помогать мужчинам. Помогать мужчинам. Молодец. Удивительного цвета вода. Прямо какая-то стиреневая. Какая-то плевать. У нас бизнес-блог. Но его смотрят не только мужики. Меня пытаются снять. Да. Бизнес-блоги. Советы для женщин. И кто? Ну, конечно, в первую очередь, женщинам совет такой от себя лично. Нужно не стоять на месте. Нужно быть интересным всегда своему мужчине. Уже кажется, что ты всего добился. Всё хорошо. Но, тем не менее, всё равно есть возможность развиваться внутренне дальше. Что-то интересное читать. Что-то интересное смотреть. Тем самым помогать своему мужчине в бизнесе. Очень много книг. На самом деле, я больше люблю слушать даже аудиокниги. Советую вам всем почитать. Начинайте с трансерфинга реальности, например. Нужно очень сильно хотеть. Видеть это, представлять. Делать всё для того, чтобы у вас получилось. Если вы хотите квартиру, ходите, выбирайте квартиру. Смотрите район. Представляете, как вы её будете обустраивать. А на самом деле, наступил год собаки. Я хочу всем пожелать огромную собачью кость. Как раз-таки из биткоинов, золота, евро, долларов. Что там ещё? Гриллианты. Вот это поворот. И золото как раз-таки для нас, для девочек. Ну вот, мы очень будем. Привезли в какую-то бухту. Пиратскую бухту. Вот там, на горе, старый заброшенный пиратский город. Есть пляж, есть немцы морские. Русалочка. Русалочка, вылазь. Вот так выглядит наше бухля. Но здесь красиво. Класс. Санта-Лючия. Санта-Лючия, привет. Так, сегодня мы ночевали не в яхте, а в отеле. Со мной Дима. Он создал такой крутой проект Кнопка Жизни. И, по-моему, ещё был Остров, да? The Ostrow. The Ostrow. Тоже нашумевший проект. Вот. И теперь с партнёром живёте в Штатах, да? Да, мы приехали в Штаты. Кнопка Жизни до сих пор развивается. Всё хорошо. Мой партнёр, с кем мы основывали, Ирина Лидниковна, рулит ей. Остров тоже реанимируем. Вот 23 числа заезд. Супер. Вообще, я про Кнопку Жизни очень часто рассказываю в обучающей программе, потому что это пример классного симбиоза бизнеса с Китаем и услуги на внутреннем рынке, которые помогают реально людям, то есть решают проблему. Давай несколько крутых советов на этот год, чтобы люди могли расти в деньгах, в чистых деньгах, и увеличиваться. Ну, с Копкой Жизни история в чём? Вот до меня человек 10 пыталась. И у меня получилось, мне кажется, только потому, что я не знал, что до этого кто-то пробовал. Я недавно смотрел тоже Рыбакова. Он говорит, слушайте, не слушайте никого, просто делайте, как чувствуется. Мне кажется, это самое важное. Делать то, на что стоит или на что лежит, от чего драйвить. Мне кажется, это важнее. Потому что люди часто спрашивают, какую нишу открывать. Понятно, что есть какие-то сложные, лёгкие, но мы то, что мы наблюдаем, можно зайти в сложную нишу, потому что в жизни реально очень сложно. Потому что там и гаджеты, и IT-платформа, и полцентр, всё в одном. А почему мы вырули? Потому что был драйв наш, очень прикольный, зажигающий проект. И мы для нас драйвили. А то, что у нас там резиденты, акселераторы, которые иногда выбирают, какие-то ниши такие, типа, как выращивают деревья. Мне кажется, ну, домой их надо, а их это драйвит, а другие это чувствуют тоже. Короче, драйв – это тот инвете, который позволит любой идее вырасти. Не женитесь на деньгах, женитесь на свои любимые увлечения и фобии. Ура! Ура, ура! Наверное, всё-таки стоит ездить и поездить. Во-первых, это классная перезагрузка, во-вторых, знакомства, партнёры, клиенты. Круто! На карибы есть тех, кто, по крайней мере, что-то зарабатывает, что-то достигнет. Да, это некий, да, такой ограничитель. То есть здесь однозначно… Фильдер, да, фильдер. Здесь однозначно есть люди, которые что-то сделали. Так что находите таких людей и всё у вас получится. Ура! Следующая регата в июле на Средиземновой. Слушай, а кто-то живёт вот так вот прямо здесь? Готовы сделать X3 в этом году? Возможно, будете жить так же. Ох ты, смотри, как близко. А что, отлично? Что женщина чувствует на яхте? Экстрим. Экстрим? Мужская энергия. Мужскую энергию? Плохо, прямо. Чтобы мы не отставали, нужно всё делать быстро. Быстро, быстро. Как в бизнесе. Увидел возможность. Ху**! Алексей, давай быстро. Правила победы. Мне ссады не боятся. Ооо. А как практические этого не боятся? Не хватит ссады. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ссады не боятся. on. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нужно поставить цели, стремиться к ним, сделать так, чтобы ты никуда не должен уходить, написать декларацию, чтобы если ты не просуществишь, то все будет плохо. Я считаю, что не нужно особо зафиксироваться на цели, нужно определить только одно действие, которое дает максимальное количество результатов. Это могут быть результаты и финансовые, и эмоциональные, и какие-то связанные с повышением квалификации. То есть постарайтесь найти такое одно действие. Чтобы его найти, нужно сделать один простейший инструментик, в двух словах. То есть постараться каждый день, каждый день, записывать каждые полчаса действие, которое вы делаете. Называется хронометраж дня, когда вы каждый день записываете каждые полчаса, что вы делаете. В конце дня вы открываете, смотрите, что же вы делали. Вы ставили цели заработать миллиард долларов, купить себе квартиры, Мерседесы. А в итоге, когда вы откроете хронометраж дня, вы поймете, что все, что вы мечтаете, оно не осуществлено. Потому что половина вещей, которых, вернее, дел, которым вы заняты, вы сидите в ВКонтакте, в Фейсбуке или общаетесь с ненужными людьми. И вас сразу это отрезвит. И, сделав это неделю, вы увидите одно-два действия, которые ведут реально. По-моему, огонь. Если понравилось, напишите внизу под этим видео, что вы сегодня делали для достижения ваших целей. В этом году хочется пожелать всем, чтобы ваш бизнес рос не в два раза, а в шесть раз. Представьте, в шесть раз. Что для этого нужно сделать? Знакомство с людьми, которые сильно больше зарабатывают, чем ты. Когда ты попадаешь в такое окружение, то ты автоматически начинаешь расти ступенчато. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только боем. Между нами тает лед, пусть тебя нас никогда не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только боем. Между нами тает лед, пусть тебя нас никогда не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только боем. Так, а теперь три совета для предпринимателей на весь следующий год от Алексея Воронина, который, как известно, про большие деньги. Найди нишу, которая растет, найди нишу, которая тебе интересна, или трансформируй свой бизнес так, чтобы тебе было интересно. Окуши себя мастерами-экспертами, фокусируй себе в одну точку. Огонь! Все, записали? Теперь идите и внедряйте. Антон, секрет, пожалуйста, как победить страх о полетах? Страх о полетах не летать, оставаться здесь. А нужно еще раз, кто еще здесь остается? Вы помните, у нас бизнес-блог, мы не можем вам просто показывать женщин, яхт и все остальное. Мы с мужиком будем показывать. Антон все знает о том, как избавиться от страха. Да? Да. И еще собирает кучу мужиков, которые хотят также об этом узнать. Вообще вот этих людей на регате я собираю. Да, и вот мы все здесь, тоже из Антона в том числе, давай несколько крутых советов на этот год, чтобы людям жить ярче, добиваться от своих целей и получать от жизни. Ну, короче, не быть говном, бросать себе вызов. Вот прям труса от героя отличает только то, что трус как бы боится, но преодолевает. Не, наоборот, трус боится и не преодолевает, а герой боится и преодолевает. Побольше планочек, прям повыше. Вот мы сейчас находимся на регате и здесь еще много кораблей и всякие, знаете, опытные капитаны и так далее. А я вам могу рассказать о девочке, которую называют Джессика Уотсон, которая в возрасте 15 лет в одиночку на собственной розовой-розовой яхте в одиночку обогнула весь земной свет, не заходя в порты. Она написала книгу «Сила мечты». Если 15-летняя девчонка смогла в одиночку сделать кругосветку, то уж вы точно сможете сделать что-то в своих жизнях. Поэтому, пожалуйста, побольше требовательности бросайте себе вызов такой, чтобы прям собой гордились. По-моему, это очень крутой совет. И, кстати, вы сможете увидеть выступление Антона Бритвы где-то там на трансформации. Да, я думаю, да. Огонь. Супер. Увидимся там. Ребят, давайте быстрее. Давайте быстрее. Мы опаздываем долго. Мы покидаем этот чудо-остров, чтобы вернуться в наше холодное пространство и создать контраст. Вообще, тема обучения меня не оставляет в покое. И Григорий Аветов, один из организаторов яхтинга на Карибах, пригласил меня выступать на огромный форум «Трансформация» в Олимпийском, который посетит 20 тысяч человек. И мы будем разбирать такую важную тему, как экспорт, потому что сегодня важно уметь не только продавать в своей стране, но и иметь инструменты для продажи на внешние рынки. Это поддерживает и поднимает экономику, так что будем рассказывать об этой теме на специальном мероприятии «Трансформация». Считаю, что вам обязательно нужно прийти. Ну и, как я уже сказал, тема обучения меня не оставляет. Я получил огромное количество сообщений в поддержку того, чтобы я продолжал делиться своим опытом в теме бизнеса с Китаем. И мы решили приготовить для вас нечто уникально новое, нацеленное на быстрые результаты, на деньги. Потому что сегодня каждому мужчине нужно просто научиться зарабатывать деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, и вы всегда будете видеть последние наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...